Уважаемые подписчики, уважаемые слушатели, я хочу начать свой канал, в котором мы будем изучать послания к титулу. И канал будет выглядеть в виде 5-минутных проповедей. Каждый раз я буду говорить проповедь на один из текстов из послания к титулу, и сама проповедь будет длиться в течение 5-ти минут. В самой проповеди я буду использовать современный перевод РБО, потому что, как мне кажется, он наиболее близок к оригиналу, к оригинальному тексту. За что я благодарен переводчику и самому российскому библейскому обществу. Также в проповеди всегда будет раскрываться главная мысль текста, структура текста, открыт читателя. Я буду указывать на Иисуса Христа и применение. Ну, также контекст. Как я уже сказал, проповедь будет длиться 5 минут. Что входит в эти 5 минут? Или как это будет выглядеть? Во-первых, я прочитаю текст. Я помолюсь. И вот после того, когда совершена была молитва, будет начать отчет времени, таймер, я включу таймер и начну проповедовать. И вот сама проповедь, которая не включает в себя чтение текста и молитву, сама вот и разъяснение текста, как раз вот они будут длиться в течение 5-5 минут. Итак, приступим к прочтению текста. Первый текст, на который я буду проповедовать сегодня, это послание к титул 1 глава с 1 по 4 стихи. Давайте мы прочитаем. Давайте мы прочитаем сначала этот текст в синодальном переводе, а потом уже непосредственно в переводе РБО. Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа, по вере избранных Божьей и по знанию истинных, относящихся к благочестию, в надежде к вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог преждевековых времен, а в свое время явил к своему слову проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего и Бога, титул, истинному Сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Ну и теперь прочитаю этот же самый текст в переводе Российского библейского общества по этому тексту и построена пятиминутная проповедь. От Павла, служителя Бога и апостола Иисуса Христа, титул. «Истинному моему Сыну по общей вере. Я был послан привести избранных Богом к вере и постижению истины, и к подлинному богопочитанию, и дать им надежду на вечную жизнь. Ее обещал никогда не упущий Бог, прежде чем создан был мир, и в назначенное им время Он явил в мир свое слово через проповедь, которая была мне доверена повелением нашего Спасителя Бога, благодать и мир». Господи, благослови сейчас нас всех внимать к тексту, и пускай этот текст приведет нас, произведет в нас перемену в образ Иисуса Христа. Аминь. Главная мысль этого текста – это приветствие, в котором апостол Павел говорит о своей цели апостольства. Структуру текста можно разделить на следующие части. Во-первых, стандартное приветствие. Павел, избранный Богом апостолом. Это кто пишет, ну и, соответственно, кому написано, титул «Сыну по вере». А дальше апостол Павел начинает говорить о цели своего служения, и он скажет, что «я был послан привести избранных Богом к вере». То есть цель апостола Павла для того, чтобы привести избранных Богом к вере, для того, чтобы привести их к постижению истины, для того, чтобы привести их к подлинному благопочитанию и дать им надежду на вечную жизнь. Апостол Павел раскрывает цель своей жизни. «Я послан, чтобы привести избранных Богом к вере, я послан привести их к постижению истины, я послан привести их к подлинному благопочитанию и дать им надежду на вечную жизнь». Именно эту вечную жизнь как раз и обещал никогда не лгущий Бог. Здесь апостол Павел раскрывает качество Бога. Он никогда не лгущий. И это очень важно для всей темы, потому что, всей темы послания к титу, потому что там будут те, о которых апостол Павел говорит, что они обманули, они обманчивы. То есть апостол Павел сравнивает их. И вот этот никогда не лгущий Бог обещал открыть свое слово, свою проповедь, проповедь о Спасителе, об Иисусе Христе. Контекст. Как этот текст раскрывает контекст? Конечно, это стандартное приветствие, это во-первых. Во-вторых, апостол Павел говорит о своей цели и полагает, что Тит увидит и свою тоже цель. И он становится соучастником вместе в служении с апостолом Павлом. Отклик читателя. Тит должен был, как читатель, получивший это послание, должен был осознать всю важность служения Павла и войти в его труд. То есть довершить недоконченное. И этот труд предопределен вечностью, потому что от вечности Бог принял решение спасти людей, спасти церковь, а также в церкви должны быть руководители, и это цель Божия, которая была дана и Павлу, и дана была Титу. Как этот текст указывает на Иисуса Христа? Христос поставил апостола Павла на его апостольское служение, а также он определил спасти избранным Богом, Отцом, спасению. Павел же должен привести этих Божьих избранных к божественным целям, привести их к вере, привести их к подлинному почитанию, привести их к надежде на вечную жизнь. Каково здесь сердце Божье? Бог явил доступ к вечной жизни всему человечеству. Об этом апостол Павел скажет дальше. Он скажет, что благодать и сияло все человечество. Через свое слово, через проповедь, которая была доверена самому апостолу Павлу, для того, чтобы люди пришли к вере. А придя к вере, конечно же, они организуются как церковь, а в церкви должны быть руководители. И таким образом Тит должен закончить недоконченное и стать соучастником вот этой великой Божьей цели. Эту Божью цель привести к спасению и подлинному почитанию, обещал никогда неугущий Бог. Он желает, чтобы люди пришли к вере. Он желает, чтобы люди пришли к постижению истины. Он желает, чтобы люди пришли к подлинному почитанию. И чтобы они остались с надеждой на вечную жизнь. Таким образом, мои уважаемые братья и сестры, каково же применение этого текста к нашей современной жизни? Сегодня мы также стали соучастниками Божьей цели. Мы стали соучастниками Божьего плана. Мы, будучи избранными к вере, пришли к этой вере. Кто-то привел нас, кто-то рассказал нам когда-то Евангелие. Мы пришли к этой вере. Мы стали частью Божьего плана. И вот теперь в церкви должны быть люди, которые нас будут вести к этому подлинному благопочитанию. Это служители церкви, это пасторы и проповедники. Об этом апостол Павел также скажет, когда мы будем касаться характеристикой руководителя церкви. Так вот, мы, придя к этому постижению, мы должны постигать все больше и больше эту Божью истину. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы становиться ближе к Богу, для того, чтобы, уходя из церкви, вот, в жизнь, да, и я в жизнь, мы шли вот с этой надеждой на жизнь вечную. В то же время и обращение пасторов. Цель пасторского служения как раз и заключается в том, чтобы приводить верующих к подлинному благопочитанию, к тому, чтобы они обращались к Богу, чтобы верующие обращались к Богу. И чтобы, уходя из собрания, верующие люди уходили с этой надеждой на вечную жизнь. Не с тем, что их облючили, что они плохие христиане, не с тем, что их облючили о том, что они что-то не доделали в своей жизни, не досветили, не досвечались. А они должны уйти с подлинным благопочитанием и с надеждой на вечную жизнь. Помолимся. Господи, благослови нас, любить Тебя еще больше. Всегда иметь надежду на вечную жизнь, благословлять Тебя, во имя Иисуса Христа. Аминь.